всем привет необычное видео на дворе 29 июня и через пару дней происходит всероссийское голосование данная маска вообще мне предоставляется предприятием где мы работаем чтобы мы через проходную проходили именно вот в таком плане почему я это написал я написал потому что у меня была стычка с охраной я был на выходном прихожу а на дверях стеклянных написано что проход через проходу только в медицинской маске безусловно на предприятие выдает эти маски но я эти маски раздаю раздаю старика потому что они мне был нахуй не нужны но не нужны они ну и стычка такая что как бы меня охрана не пропускает и я начинаю возмущаться и орать какого хрена вы нарушаете мои конституционные права мало ли что там губернатор написал подписал что масочный режим горчал я на него на этот режим что он подписал вот они там ну я начинаю сильно возмущаться они предоставляют мне эту маску я потом на следующий день беру и пишу то что вы видите сейчас с этой маской я хожу не по городу но в местах где просят ее одеть я одеваю то есть они просят пожалуйста оденьте маску там нам нужно чтобы все я ее одеваю и все кто это читает все ухмыляются и смеются да это смешно да это глупо с другой стороны я по моим даже единственный человек который это сделал это сделано просто обычным маркером вот камера хорошо это передаю здесь она уже блеклая то есть я уже говорил что камера тут достаточно такая странно так вот масочный режим я вот таким образом его провожу уже грязная но маски я отдаю старикам я видел старичка который стоял около вот топор опять дождь стоит он уже не тяжело жарко в очках в этой грязной маски грязной маске не то чтобы она как бы была бы чистая грязная у меня было там сколько штук пять наверно пакете я просто вижу если такой бедненький старичок я ему просто отдаю и все то есть предлагаю взять не берут но вы понимаете сколько она стоит она вообще стоила сколько она стоила по 50 по 60 рублей в рост печать и блин это дорого это дорого это дорого и сам же китай нам их поставляет блин да вы чё еще с этим корова вирусом который перевратился потом эбана вирусом что могу сказать по этой хрендемии которая происходит она безусловно создает ситуацию в которой вот эти дедушки бабушки уже немощные они не могут нормально воспринять ситуацию они ее воспринимают как пугающий момент а мы воспринимаем вот таким вот образом что пишем всякую хрень на этих масках и все ну написал говорит кто-то мне ну и что ты хочешь этим доказать я доказать я ничего не хочу доказывать уже на мне маска уже доказать того что блять вот поэтому через два дня всеобщее голосование которое является и лично голосование только голосование в общем по этой хрендемии мы поняли да что она это там вторая волна третья волна четвертая и пятая это знаете когда в 2008 году случился экономический коллапс экономические упадок и все говорили потом по телеку говорили да сам даже президент говорил что вот вторая волна что потом третья волна в десятом году четвертая волна вот это еще волна идет волна волна волной волна на волне вот этот бред делается специально для того чтобы ну вы все понимаете все люди многие взрослые уже понимать что это ну к сожалению приходится покупать за ту цену за которую просит ее то есть у нас монополия на все это вот что хочу то и верчу с этими ценами все что угодно поэтому конституцию поправки конституции мы принимаем независимо от того какое решение будет вообще принять нами же смотрите вот я не пойду голосовать смысла я не вижу поправки уже все приняты все уже расписано всем подписано президентом подписано конституционным судом подписано правительством подписано все от нас что требуется от нас требуется ознакомиться вот эти люди которые на ютубе говорят вот я не буду голосовать потому что там хуйня да и пожалуйста ты можешь не ходить голосовать кто-то пойдет голосовать лишь только потому что что-то будет как-то кем-то где-то давление будет где-то его вообще не будет этого давление в любом случае даже если один человек придет проголосует против один единственный человек сомневаюсь гипотетически проголосует против он будет засчитан в пользу этих поправок то есть нас обязывают ознакомиться под роспись о том что мы ознакомились с этими поправками которые уже внесены ознакомление вот что это значит не просто голосование это ознакомление с тем что уже внедрено будет внедрено запись моменты видео 29 июня двадцатого года скоро июль скоро поймите одно что ну тут ты не понимает понимаю вот что на предприятии вот у нас на предприятии любое указ любое распоряжение вносится для сотрудников работников на подпись для ознакомления то есть руководители уже все решили они нас ознакомливают если ты не согласен то блин тогда ты можешь не работать на это предприятие то есть тебя будут требовать те требования те правила которые были установлены а ты их не будешь выполнять потому что вот тебе не нравится а мне поферно сюда вот так то есть мы обязаны расписываться за одно дело можно это через суд опровергнуть но это большая кутерьма а здесь поправки в конституцию и они же вы понимаете это все для ознакомления это не то что вы придете и проголосовать я нахуй рубаху рубу я такой же проголосовавший проголосовавший нет ты ознакомившийся ознакомившийся за тебя все решили за тебя все сделали живи а я не пойду даже роспись ставить не пойдешь не пойдешь если хоть один человек поставить против я уже объяснял это будет легитимно один человек причем непонятно где это прописано по моему где-то в юристов надо спрашивать где это прописано что хоть один человек даже конституции не нашел что хоть один человек имеет право голоса и если он проголосовал неважно за или против то то есть нет важно что он проголосовал за и против и это будет учитываться если против не принимается если за принимается но здесь дается нам ознакомление это как в уголовно-процессуальном кодексе в трудовом кодексе в семейном кодексе есть поправки есть примечания они постоянно каждый год меняются но не прям всеобщее такое российское до голосование проводится а это все это делается на основании другого распоряжения нас не ставят в известность как известно незнание законов не освобождает нас от ответственности незнание поправок не освобождает также нас от той ответственности что мы не ознакомились с ним то есть нам дают поправки которые уже продаются в в распечать копейки то не больше 80 рублей что ли 100 рублей стоит в разных регионах по-разному вот тоже самое кто за ценами смотрит никто хочу накручу 100 рублей хочу накручу 20 рублей все поэтому все эти ознакомления они уже внесены то есть все эти поправки внесены нам только ознакомиться с ним поэтому кто пойдет вот неважно пойдет ли пойдешь ли ты пойду ли я это уже все решено главное чтобы был хоть один человек хоть один если хоть один будет то голоса то есть эти поправки внесутся а один из этих десятков миллионов людей безусловно хоть один придет а если придет один то все принято другое дело зачем это все делать даже если ни один не придет да нет один все равно придет один придет проголосует против все они увидят один человек ческалю пиздец что это такое происходит как один все равно они будут приняты то есть они будут официально будет там флаги транспарант и тра-ля-ля да то есть раньше в советское время был не флаг а знамя и все таки вот флаг различие от флага и знамени это вот есть небольшое там там на знамени по моему там профиль в огне в звезде вот в этой вот это знамя над рейхстагом тоже знамя но там без всякого профиля ну тогда были другие времена темные бурые и поэтому сейчас это флаг знамя уже по моему так не говоря есть герб на флаге но знамя по моему уже никак у меня еще вот остался пионерский галстук тоже красного кровавого цвета это как знамя и сказали если ты потеряешь ты потерял свою совесть вообще ты потерял стыд совесть ты не советский человек пионером поэтому как сказать ну вот голосование придете вы не придете а мне похер а мне похер а мне похер да и похер какая разница один человек придет скажет нет все поправки внесены законным способом закон надо найти этот закон где говорится что хоть один человек если проголосовал за или против то этот голос считается неважно процентное соотношение важно по моему человек он должен быть гражданином безусловно той стороны где это все будет происходить платить налоги и так далее не судим по моему что-то такое да вот не судим судимости не должно быть идеально честно как я поэтому ваше право ходите не ходите ну я говорю цик россии забыли одну букву r поставить все больше ничего мне каждый раз баннер смотришь и вот просто смешно реально смешно потрачены деньги и безусловно потрачено не с тем условием что чтобы они не лежали потому что это было все это лежало где-то там далеко где нам не известно ну пусть лежит дали бы нам бы мы парфюм купили вот поэтому вот такую ерунду я не верю вот в это я не верю вот в это в маску в защиту все прекрасно вы понимаете что все это пролетает просквозит да в другом видео было сказано что этот как она назвала если она не удалил этот комментарий еще вот там вроде бы 14 дней 14 до 21 дня инкубационный период да 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 вот это хуйню вот это все несли по поводу корова вируса потом он перешел в эбану на вирус там вторая волна всех оцепили и где-то минуту на ютубе я нашел женщина рассказывала поймете что оказывается вирус не живет на поверхность а эти начинают наши говорит голода трое суток бактерии живут очень бактерии чумная бактерии они почему халат ты на день то есть бактерии в основном очень опасная вещь вирус он передается он должен находиться в среде в определенной особенно лучше всего в человеческой то есть если он попадет в воду все он растворится это как вирус иммунодефицита это как некоторые пугали тогда когда-то давным-давно покупали семечки были бабушки которые торговали этими семечками мы также пацанами бегали подростками и покупали ну вот кто-то говорил что ты из родителей мне кто-то говорил что ты понимаешь там вот есть спидозные спидонозные в общем вирус вечевые вот эти вечевые да они вот иголкой протыкает себе это там палец что-то и трогать все эти семечки и ты заражаешься и так далее нет нельзя так заразиться невозможно даже иногда когда прикладываешь кровь к порезу инфицированного человека и не инфицировать то есть невозможно вот это невозможно то есть вирус не может так быстро адаптироваться то есть вообще принципе неизвестно как он адаптируется это все сильно хаотично как в парфюмерии как бы все молекулы движутся передвигаются и хочешь ты поймать одну или другую вот здесь с вирусом то же самое вот они маски эти носят смысл от них если те глаза открыты это та же самая слизистая мой напарник то же самое тоже на это все опасается всего ну потому что вот вот это зомбирование происходит через телеэкран и он начинает говорить что как бы вот он на поверхности трое до трое суток может жить корова вирус а потом эбановирус воздушно-капельным вот он передается медленнее я говорю ты дурак что тут слушай пойми даже если я плюну тебе в рот это не факт что ты заразишься от этого тем более кто-то меня со мной может поспорить что вообще в принципе у кого есть антитела вот к таким модифицированным вирусом до респиратор назовем так у кого есть антитела невозможно заразиться воздушно-капельным путем то есть воздухом которым ты дышишь вместе с этим человеком даже слюне невозможно заразиться то есть он там не находится это как вирусом и дефицит другие вирусы начинают мутировать и безусловно они могут находиться и слюне но с другой стороны они находятся если есть антитела с этими антителами и когда они попадают в другую среду они не начинают там распространяться другая конфигурация этих вирусов говорит о том что мутации что даже с этими антителами он может дальше распространяться в здоровом человеке то есть и так можно и так можно человеческий организм постоянно с чем-то борется постоянно с перепадами температуры какой-то наскорб проявляется какой-то какая-то заложенность носа какое-то першение в горле всегда постоянно идет борьба иммунной системы с внешней окружающей а окружающей средой этого человека всегда поэтому говорить о том что вот вот вы обезопаситесь вот этим или это будет как бы для вас ну это такое вот по улице я не хожу с этим дураков полно знаете не будет это не будет осторожно с моей стороны ну да так вот все эти вирусы мы всегда вдыхаем всегда на улице это полно этих вирусов различных вот с бактериями посложнее бактерия живучая тварь и она живет на любой поверхности вообще но не все конечно безусловно не все та же самая холера бактерия холера она безусловно живет везде вот ее можно в попе покопаться потом руки в розы сунуть вот и все те холерами будет ну там стафилококк безусловно может быть знаете есть некоторые блогеры вот лизнул стульчак и заболел корова вирусом а чего а послушай уважаемый да он лизнул стафилококк золотистый и оказался на больничной койке все нет мы эту новость начинаем продвигать вот эти бесподвижники продвижники я верю в то что есть какой-либо вирус верю да он есть но не так страшен черт как его шайтанят поэтому включайте голову снижайте процент безумия и объективно адекватно все все оценивать на детей напяли от эти маски на детей напяли от эти пилотки процент безумия надо уменьшать но у нас же знаете как происходит в россии у нас же так вот вот где кич бросили о это здорово о это круто и пошло поехало потом это проходит проходит потом что-то назревает что-то новое вот вторая волна вот третье вот 5 10 сейчас конец июня температурные режимы безусловно они очень разные у меня тоже он разным бывает к вечеру 37 и 37 а к утру 36 и 4 то есть вот такие перепады как некоторые могут сказать это тоже плохо нет это не плохо это нормально это естественно это вот нервозность я достаточно такой эмоциональный человек и нервничаю по некоторым поводам потому что ну просто хочется сказать правду а правды очень много не всем она понятна особенно если когда много поэтому голосование да пусть делают что хотят пусть делают что хотят я лично ходить не буду я знаю что придет любой другой человек придет мой сосед проголосует за или против это все будет легитимно все вот если никто не придет вот это будет здорово вот это будет класс а и устраивать какие-то байкоты но в чем чем и дети что-ли зачем устраивать какие-то митинги чем устраивать какую-то провокацию все это нормально все это легко и просто это всегда поправки вносились уголовно-процентуальный кодекс в трудовой кодекс они всегда изменение примечания дополнение, дополнение в основном шло. О, это же поправки, поправки это не дополнение. Да, это то же самое дополнение, только немножко с другой конфигурацией, в другой среде юридической. Все. Но это все то же самое. Вот, блин, некоторые говорят, что бойкотировать будут, митинги. А что смысл? Мы поорали, ушли, и все. Голова, нога. Вот. И придешь ты, не придешь ты, это лишь бы не работать. Вот как я обычно говорю, я работаю по сменам. Те, у кого до хрена праздника, вот от дневной смены. Лишь бы не работать. Новогодние праздники. Лишь бы не работать. Здесь это. Лишь бы не работать. Работать надо для себя, для своей пользы, для своего удовлетворения. Потому что для меня работа, мой труд, это удовлетворение. Это всегда какое-то, знаете, как я обычно называю, почему ты сюда пришел, меня спрашивают, почему ты сюда пришел, да, вот, как так, как ты можешь здесь работать, как, как, да вот так, жопой об косяк, бля, как ты можешь так работать, как, ну, потому что это для меня хобби, то есть для меня работа это хобби, все, то есть когда для человека какое-то увлечение, работа становится увлечением, и всегда что-то новое ты открываешь, и всегда какие-то новые сподвижки происходят на твоем предприятии, на твоей работе, на твоей трудовой деятельности, вот, вот, заканчиваем, вот, поэтому, как бы для меня работа это хобби, для кого работа это рутина, понятно, вот, блядь, опять эта хуйня начинается, вот, все, все, вот, опять то же самое место, вот, то же самое, я здесь проезжал, я здесь проходил, я здесь уже все знаю, для этого человека работа будет постоянная, везде, 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 это рутина, рутина, тут поработал, здесь поработал, там поработал, удержаться на одном месте человеку очень сложно, Потому что всегда хочется всего нового, интересного Потому что все это приедается Да, безусловно, на моем предприятии тоже это все приедается Но люди новые всегда приходят Всегда, вот с людьми, когда иногда работаешь с людьми Всегда какой-то момент есть Где ты забываешь вот об этом Вот об этом И все, кстати, обращают внимание Я, по-моему, единственное в городе ношу такое Никто не берется Показать то, что я покажу Да, это глупо, но по идее В доле шутки есть доля правды Так, это мы убираем В каждой шутке есть доля правды Вот здесь вот есть эта доля Горькая Главное не переборщить Не ходить по улице, не всем демонстрировать Если тебя попросили, одень Ее, эту маску А потом ее сними Ну, на некоторых Знаете, я даже удивляюсь В Золотом Яблоке, например Появились вот эти маски Появились дезинфицирующие средства А в Хрен Туале, в Хрен Де Бате и в Хрен Гош Я не знаю Как бы, ну, у них этого нет У нас Хрен Гош, по-моему, Хренового Гоша нету Хрен Туале есть, но там не используют эту часть Что вы, что вы, оденьте маску, блядь Мы вас убьют Вот Кто еще? Хрен Де Бате Она, по-моему, Сефора стала Теперь непонятно Сефора, не Сефора Или Сефора Сефора по-английски По-французу Сефора В Золотом Яблоке Очень интересно Очень правильно И очень грамотно Все это сделано Молодцы Руководствуясь тем, что Ну, пришел человек без маски Тебя не пустят Вот не пустят Скажут, все Там есть распоряжение Губернатора С печатью С подписью Росписью Все это можно прочитать спокойно Потом что-то убрали это все Потом они сделали свое что-то личное Блин, я не сфоткал Ну, ладно Вот, молодцы То есть Когда было распоряжение Губернатора Официально То есть Откопировано Масок не было Никого не пускали Потом они стали Это, по-моему, через пару дней, что ли Ну, начал народ возмущаться Ходить кто-то ходит, да Это сейчас стало лучше Народу тьма Трамвай забит весь О, началось все И все боятся И все боятся И носят вот это Ну, без этого названия Боятся Вот Вот здесь вот Вот правильно все это сделано Спасибо нашему Нашим руководителям Что Нас только запугали Они Сами идиоты Вот эти На федеральных каналах Пишут иногда Я чуть сидя тогда не упал Сижу Чай пью Шоколад Читаю Восемь тысяч человек Выздоровели Бля Откуда нам Откуда Что они За ночь выздоровели Они даже Не пишут статистику Потом уже стали Через две недели писать Что за весь период Нам Шесть Восемь тысяч выздоровели Идиоты Идиоты Дурак сидит Дураком погоняет Вот здесь То же самое То есть Дали этот китч Кто-то без маски Кто-то с маской В трамвайне Кого ничего не спрашивают В автобусе троемся Все нормально Метра Метро Метра У нас нет И нормально Сорок лет строят Еще будут сорок лет строить Пока все не разборуют Вот Один ушел Убежал В Швейцарию Лечиться Другого поставили Другой начнет Что-нибудь воровать Вот Поэтому Голосование Так таковое Ну Это Это Уведомление То есть Тебя Уведомили Уве До Мы Тьфу блядь Я забываю русский язык Теперь Уведомление Ознакомили 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 Тебя ознакомили Ты расписался Вот как у нас на предприятии И идешь дальше трудиться Все И выполняешь то, что ты То, с чем ты ознакомился Так же я ознакомился Что будут выдаваться маски Так же я ознакомился Что будут проводиться Температурные замеры Так же я ознакомился Что Выносить ничего нельзя Запрещено говорить О предприятии И так далее И так далее То есть Я ознакомился Если я что-то нарушаю С катертью дорога Здесь Путем голосования По правах Конституции Это Это не то же самое Но Вас просто ознакомят Где уже все это продается В интернете По-моему Все это и есть Я не проверял Не знаю Знаю, что в Роспечати Где-то стоили Там две Одна книжечка Или две Что Две Там действующие Конституции И по правде Вот Ознакомление Это Это не голосование Это Ознакомление Вас ознакомили С корововирусом Вы приняли Какие-то действия Вам сказали Носить это Носить вот это И угля Вот Что еще носить Мыть руки И так далее Ну все как в детском саду Тебя Тебя Ознакомили Ознакомили Вот это Ознакомление И есть Твое Как это Назвать-то правильно Твое отношение Вообще К жизни Тебя Ознакомили Ты пользуешься Или ты не пользуешься Если ты не пользуешься Значит Ну блин Не пользуйся Дальше Ну учти Что будет Это Это и это Я верю Что есть Какой-то вирус Я верю Что люди Умирают Но не так страшен Черт Как его Шайтан Поэтому Нужно Включать Голову И снижать Процент Безумие Дети в пилотках С орденами В кителях И так далее Бред Ужасный бред И смотришь На это все Как это Вот Первое июля Будет Это Да будет Оно будет И второе июля И третье июля Оно будет Всегда То Что вносится Правительством Оно уже Решено То есть Тебя только Ознакамливают Незнание законов Не освобождает Тебя от ответственности Здесь то же самое Если ты этого Не знаешь Тебя никто Не будет заставлять Этого Иди Покупай И смотри Ты должен Сам Это Ну пройти То же самое И с Корова Эпанов Вирусом Ты должен Или Обезопасить себя Как ты это Считаешь Нужным Или же Делать Так Как ты Посчитаешь Для себя Более Безопасным Способом Жить В таком Мире Ну и В принципе Об этом Все Наговорил Очень много Я В принципе Наговорил Думу По делу Думу Меня Мой канал Не закроют Потому что Уже многие И хают И хают И хают И других Блогеров Я не боюсь То есть Нет смысла Бояться Но все Об этом Говорят Все говорят Что вот Правительство Плохое Президент Такой Президент Секой Блин Будете На его месте Будете Блять Таким же Плохим Таким же Секим Хоть знает Что произойдет За какое-то время За какой-то период Все плохие Только ты хороший Как мне мама Говорит обычно Ты себя любишь Только До обеда Вот это Эгоизм Вот этот вот Ну блин Ну и происходит Это там Тебе что Жить что ли Сложно об этом Ну одень маску Нанеси вот эту хрень И все И ходи Возмущайся дальше Вот где просят Я всегда одеваю Всегда Людям повышается Стеротонин Хотел сказать Этот Процент Веселья Что ли Ну то есть Люди начинают С юмором Это все относить Когда человек С юмором Относится Вот к этому Кабану И коровавирусу Все происходит нормально Намного лучше Чем мы себя загоняем В какие-то там рамки Первого июля Все Они нас хотят туда Они хотят нас сюда Да они уже все решили Они решили все за нас Нам только остается жить Как на нашем предприятии Нам выдается спецовка Нам выдается Кормление Еда Кушание Нам выдается зарплата Трижды раз В месяц Премии Все это нам выдается А ты Вот пожалуйста Ознакомься с нашими правилами Все И гуляй Иди работать Все Здесь то же самое Те же самые поправки А вот я не буду ходить Глаз Что они мне дадут Да ничего они не дадут А может быть Чего-нибудь И дадут Когда-нибудь в будущее Или твоим Потомкам Или же Для того чтобы больше Разговаривать На эту тему То есть надо завершать Надо Закругляться с этим Потому что Чем дальше в лес Тем толще партизаны Поэтому Вот такие ситуации Когда Корова вирус И Эбана вирус Вторая волна А третья Да не смотрите вы ничего Я когда прихожу на предприятие Когда я Проблема была с этими масками Ну был на выходном А они тут наклеили А я не дорассказал Там у нас есть комендант Определенный Комендант Вот И он Тут охрана Подсуетилась И этому коменданту Вот смотрите Начинает жаловаться Эта сучка Лить свои слезы Вот смотрите Люди проходят Им все равно Он мне такой говорит Вот вы видите Что там на стекле Написано Я говорю Вы видите Что на заборе написано Вот и все То есть Какого хрена Я обязан Это выполнять У меня Этой маски Сейчас нет Все Вы обязаны Выполнять Там Распоряжение губернатора Читали Не читал Телевизор смотрели Не смотрел Что еще надо Какого хрена Вам надо В общем Я начинаю Сильно на повышенных тонах Меня Несет Вы сильно Вы все тяжкие И она уже охранница Это подсуетилась Которая начала Имулить слезы В темнешку Вот Выдавает мне эту маску Вот Вот одевайте маску И проходить Я еще переспросил Нужно ли проходить Только проходную То есть дальше По предприятию То есть я гуляю Только проходную Она сказала Ну и все Молодец Вот я Поэтому после этого И написал И стал носить И в Золотом Яблоке Тоже ходить И в На своем предприятии И там Где попросят В принципе В магазинах Пятерочка Магнит Монетка Кто еще Пятерочка Магнит Магнит Монетка Да Все Никто меня не спрашивает Об этом Есть Сноски Безусловно Там Просьба Носить маски Печатки То есть ознакомление Опять такие Вот тебя ознакомили А потом Когда тебе Предъявят претензию Как бы ты Поправки Поправки Хуявки Вот Поправки Как пиявки Понятно Вот Поэтому Делать какие-то Бунты Какие-то Демонстрации Это какая-то Клоунада Цик Россий Без буквы Р И вот Это клоунада Вот это все Вот те кто против Те кто Хотят Голоса Побольше И Ну и всего остального Не хочу я уже Говорить на эту тему Это меня сейчас Понесет Вот Поэтому Выбор за вами Не нужно Ничего бояться Никого Тем более Побольше юмора Обязательно Побольше юмора Заметил что Люди В транспорте Вот не используют маски Некоторые Меня это устраивает То есть люди Есть грамотные люди Понимающие Долгое нахождение В этой маске Очень как бы Печально все К сожалению Вот Я несколько минут На несколько минут Одеваю И тут же ее снимаю То есть Она уже Блин Надо новую делать Может что-нибудь новое Написать Вообще не знаю Не знаю Думаю что вообще Ничего не нужно делать Нам еще продлили До конца Июля То есть по 31 июля С этими Масочными режимами Я вам скажу честно Ни одни знакомые Которые у нас есть Даже врачи У нас есть знакомые врачи О знакомых врачах Я уже вообще молчу Они мне так сказали Как бы Ты все знаешь Тебе ничего не надо говорить И доказывай Вот все что ты понял Ты понял правильно Вот так они мне ответили Есть врачи Которым запрещено Тут вообще Чуть ли не всем врачам Запрещено это говорить Кто начинает Молвить какую-либо правду Тех просит уволиться Все Вот поэтому Некоторые врачи Многие И уволняются Когда я например На предприятии Мне напарник говорит А у меня после маски У нас другие фильтрующие компоненты В масках Обязательный Атрибут Работы Вот У меня здесь Вот постоянно красное Здесь вот такой Весь изнеможденный Такой Весь изнеможденный Вид Но у нас маски Они с клапаном То есть Клапан выдыхает То есть На выдохе Он выпускает СО2 И Вкачивает Кислород Нормально Вот То есть ты вдыхаешь кислород Через фильтрующий компонент Вот И поэтому Когда я снимаю Он такой говорит О Тебя надо сфоткать И эти Герои среди нас Написать Вот так вот Ну такой юмор С таким Небольшой усмешкой Я просто знаю врачей Которые Как бы Сами ничего Не понимают Но знают Что нужно Обезопасить себя А другие знают Я просто К терапевту ходил А просто вот так вот снял Вот так Вот так У нее было Вот Я сидел Писал То есть Заключение делал Я ходил К инфекционисту Чтобы Запротоколировать Что я не Не составил На учете Не Контактен И так далее Вот Те же самые Укусы клещей Те же самые Температуру вызывают Да Они все Королловирус Те кто это говорит Королловирус Эбановирус Они Идут под галочку Специальную Чтобы Создать статистику И вот эта статистика Для этих врачей Которые Вот Отказались Это делать Будет всегда выше Если бы врачи Были умные И Ну соглашались Да Сейчас будут сверху Там руководители Говорить Что как бы Давайте Притормаживайте Это все Вот Сейчас будет Чуть-чуть Понижение Те придурки Которые на федеральном Корнале Все это обсуждают Обмусоливают Они сами даже не знают Как это так Вот ВОЗ нам сказал То ВОЗ нам сказал Все А теперь он говорит Другое Совсем Это О Что же нам делать Идиоты В себя строят Как будто бы Мы не знаем Что происходит Ситуация есть Она была Каждый год Каждый год Но не настолько Растянута Она была Вот Я наверное говорил Очень много На 40 минут Поэтому В завершении Делайте что хотите Ваше здоровье Но учтите Всегда Нужно понимать Общую структуру Положения Там где ты находишься Будь то это Какие-либо Ситуации Которые Противоречат Твоим Твоему мнению Так скажем Будьте насторожен Все До встречи Продолжение следует